Друзья, добрый вечер! С вами опять Катя. Я вас, как всегда, приветствую из нашего города, из Кинчано-Терми. Для тех, кто первый раз попал на мой канал, я хочу представиться. Я являюсь официальным экскурсоводом Рима и Ватикана. Я являюсь журналистом. Сделаю небольшой экскурс. Сегодня вечерний по нашему городу. В данный момент у нас в районе трех часов. Выложу я это видео попозже. Настроение у меня сегодня замечательное, потому что какое-то ощущение возникает того, что разваливается Евросоюз. Разваливается. Помните, как Черномырдин говорил, что хотели, чтобы было хорошо, а получилось, как всегда? Это как раз про то, что происходит в данный момент. Ну, как они говорят, что быть против Евросоюза – это дурной тон. Ну, они придумали некоторые критерии, по которым определяют людей. Если ты хороший человек, порядочный, честный, ты должен быть обязательно за Европу. Если ты не очень, то ты против. А если ты категорически против, то ты совсем нехороший человек. Если ты за колодца и упасть на дно колодца, ты хороший человек. Если ты против, то ты совсем нехороший. Знаете, я сегодня утром увидела... Смотрите, почему у нас сейчас пусто, потому что у нас сейчас обеденное время. Люди обедают дома. Но утром и вечером у нас, слава тебе, Господи, эта площадь заполнена людьми. Заполнена людьми. Это радует. Конечно. Я утром сегодня посмотрела интервью Соловьева с канала Россия 24 с доктором Мясниковым, с того же канала. Вы знаете, вообще как бы я инстинктивно к этому доктору отношусь хорошо, потому что воистину он, если сравнивать его с сумасшедшей чокнутой Малышевой, то всё-таки он мужик разумный. Разумный. Но то, что он выдал сегодня или вчера, в общем, на днях, по поводу вот колодца и упасть на дно колодца, что это обязательно надо сделать, обязательно. Там приводил какие-то нелепые цифры из Индии, из Великобритании. И что вот то, что сделали в России, там Гамалея, да, вот, что эта вот субстанция, назовём таким образом, эта субстанция, она способна бороться абсолютно со всем типом вирусов. Вирусов, вирусов, да, он сказал именно таким образом. Я не буду оставлять ссылку внизу, но если вы найдёте самостоятельно это интервью соловьёв лайф, вы это услышите. Я подумала, что он охерел, извините за мой французский, потому что такого никогда не было и быть не может, чтобы один и тот же препарат, он универсально боролся абсолютно со всем спектром вирусов, которые существуют в мире. Я понимаю, что надо продать. Я понимаю, что надо продать. По поводу Бразилии, что там Бразилия не взяла. Это коммерция. Идут гадалки, ходить нечего. Он к нашему Клео замечательному. Чао, 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 чао. Уже люди пришли. Но у него вообще вид потрясающий. Вечером вот так, когда останавливаешься на этой смотровой площадке, конечно, получаешь огромное удовольствие вот от этой панорамы. Вот это вот... Ну, возвращаемся к Мясникову. Он именно так и сказал. Я думаю, конечно, что каждая редакция, она дает... Вот какой интересный знак у нас в городе появился. Редакционная программа, она дает приказ. Вот как вот эту пропаганду, эту рекламу, этого всего можно оформить. И я так думаю, что они прям ночами не спят, чтобы подготовить речь. Чтобы эта речь была абсолютно безапелляционной и убедила людей моментально, что надо побежать и это сделать. Бизнес. Бизнес. Бабки. Какие бы аргументы, мне кажется, даже такие персонажи, как доктор Мясников, сейчас не находили бы, все это в пользу бедных. Люди прекрасно понимают, что к чему. Таким образом меняется, теряется репутация самого доктора. А доктор Мясников, на мой взгляд, он очень хороший доктор. Но продался, да, как говорится. Да. Чего не поделаешь. Это вот прямо, как говорится, на ловца и зверь бежит. Да. Сегодня, когда этот скандал возник в Евросоюзе. Боженька ты мой. Это же на протяжении двух месяцев. Как же они здесь делили, делили, пилили все вот эти вот астры. Это что у нас? Астра. Цветок, как называется у нас? Астра. Астра. Потом пай. Бадабам, бадабам. Зер. И все остальное. Кто там у нас линзы контактные делает? Джонсон и Джонсон. Я представляю, как они друг у друга этот кусок воровали. Да. А тут еще и спутник куда-то вставить надо. Интересное кино. И говорят, что Жириновский сейчас вопит. Что это обязательно сделать. Проделать всем надо. Но пусть Жириновский себе вставит. Перектум, как я говорю. Во все места. За тех, кто это не сделает. Вы представляете, народ? Друзья, вы посмотрите, что творится. Что бабки отрабатывать надо. Бабки. Они не отрабатываются. Заглохла. Заглохла их программа. Ничего не получится. Сейчас следующий этап. Перераспил интереса в Евросоюзе. В любом случае, я хочу сказать. Драги, он для меня как есть, так и остается Дракулой. Вампиром. Но, по крайней мере, первый раз за это время. Так, сразу говорю, что это облака перистые. Перистые. Первый раз за это время у Италии появилась возможность, чтобы жить нормально, а чтобы ей не подтирались. Потому что все предыдущее время, это вот Италия, она была как это, гагантьюа, утята туалетные, чтобы вытирать ими задницу. Вот такой была Италия. Первый раз появился персонаж, который, я не так уж, не так доверяю, что он про-итальянский, про-народный, но в любом случае он делает что-то Драги. Естественно, преследуя, в первую очередь, интересы банков, ФРС и так далее. Но так, чтобы с Италией считались. Да, это Господь, может быть, сейчас они вот эти вот бразды правления в Европе. Передадут Италии, может быть, потому что они нащупали какие-то интересы, чтобы не Германия была лидирующей страной с экономической точки зрения. Помните, как Италия после Второй мировой войны, американцы они дали Гитлеру деньги на ведение войны. А потом и сами же сделали такого пахана европейского, который контролировал всю европейскую экономику. Ну, да, это Господь, может быть, сделает такого лидера из Италии. Потому что положение географическое и удобное. Посмотрим, как пойдет. Я не строю больших иллюзий, но я очень надеюсь на то, что вот эту замечательную страну, самую красивую страну в мире, Италию, которая обладает самым большим культурным наследием, 70% всего культурного наследия находится именно здесь, ее они сейчас провозгласят лидером в Европе, экономическим, культурным, ну и так далее. Не могу думать о том, что обязательно именно так и произойдет, но судя по тому, как действуют драги, имеются основания, что, может быть, так и произойдет. Все-таки в Англии этот филипп допудал, и со всеми тахлотонками неизвестно, что. Кто станет следующим лидером? Ну, будем надеяться, что Италия, во всяком случае, Италия этого заслуживает. Вот такие вот времена. Друзья, спасибо большое, что смотрите. Я вас очень люблю. И увидимся в следующий раз. Друзья, по-моему, у нас намечается какой-то ветер перемен. Я говорю про Италию. И весьма позитивный. Потому что сегодня во время моей прогулки по Кинчану Терми в историческом центре я встретила аж шесть шведов. Это были три семьи. Нормальные семьи. Муж-жена, муж-жена и муж-жена. Вот. Примерно моего возраста, может быть, даже немножко постарше. Я к ним подошла и я задала вопрос. Друзья, как вы приехали в Италию? Я представилась, я сказала, что я экскурсовод, что я блогер, что я журналист. И я не всегда апеллирую той информацией, которую предоставляет режим. А мне все-таки хотелось бы знать, как это происходит на практике. Кстати, в моих предыдущих видео я вам рассказывала, что я неоднократно, начиная с Пасхи, у нас встречала в Тоскане туристов из Германии и из Хорватии. Так вот, то, что мне рассказали любезные шведы, причем очень интересно получилось, поскольку я знаю, что в Швеции там намордники не нужны. Ну, видимо, они, уважая те так называемые традиции, правила, которые у нас сейчас заведены в Италии, они все-таки намордники привезли из Швеции, не зная того, что, в принципе, можно ходить и без, если знать хорошо итальянское законодательство. То есть 152-я, 155-я статьи, в которых указано, что лицо должно быть узнаваемо. Так вот, я обратила внимание на этих людей, во-первых, они все были, 6 человек и все блондины, и они как-то, вот эти намордники, очень странно, неправильно, вот знаете, как сейчас в Италии могли бы сказать, некорректно, неграмотно на себя надели. Потому что в Италии какое-то определенное время тому назад были такие рекомендации, как это надо носить, чтобы рот был закрыт, нос был закрыт. Вот, а видимо, шведам этого не объяснили, поэтому у кого-то это было надето вот так, у кого-то было это надето так, у кого-то это висело на руке. Но самое интересное, что когда они меня увидели, у нас дороги достаточно узкие в историческом центре, а я не ношу этот аксессуар, они просто вот как бы моментально сняли. Шведы, не шведы, отмороженные, не отмороженные, но в принципе реагируют. Сняли. Я думала, сразу сочла, что это хороший сигнал, поэтому я к ним подошла и задала вопрос, как вы приехали? Вам это сделали? Они говорят, нет, нет, то есть в Швеции, я так поняла, что очень демократично на сей счет. Вам сделали тампакс на палках, и вот тут они мне рассказали, что когда они летели из Стокгольма в Рим, стюардесса принесла декларацию, и в этой декларации... Только я забыла у них спросить, в какой авиакомпании они летели, но не столь важно. В общем, стюардесса принесла им декларацию, в которой было написано, что они там в течение какого-то времени, двух дней, должны обязательно сделать этот самый тампакс, либо есть эта альтернатива, эту манипуляцию привезти в аэропорту Фимичину Леонарду да Винчи. Что они эту манипуляцию провели, сделали, заплатив деньги из своего собственного кармана. Друзья, пардон и ма, я забыла спросить, сколько они заплатили. Хотя, может быть, для шведов, может быть, этот вопрос, я не знаю, корректный он был или некорректный. Сколько вы из ваших шведских кошельков выложили в евро? По-моему, в Швеции до сих пор кроны. Не интересовалась. Хотя в Швеции была. Друзья, в общем, они сделали вот эти самые тампаксы, и пока результат не пришел. Но они в Италии находятся уже третий день. Поэтому прилетели в Рим. В Риме они были один день. Из Рима они приехали в Тоскану. Остановились они в апартаментах, не в гостинице. И планируют вот эти вот шесть человек провести десять дней в Италии. Несмотря на то, что у нас достаточно прохладно. Но они сказали, что в Швеции еще прохладнее. Будем надеяться, что все-таки туризм потихонечку будет вставать на свои места. Друзья, да здравствует развод Билки и Милинки Гейтсов. Это все взаимосвязано. И да здравствует то, что Драги, Дракула, премьер-министр Италии Урсула фон дер Лайн потребовал итальянские деньги. Я думаю, что просто так это не происходит. Существует всегда причинно-следственная зависимость. И вот за этим мы будем следить. Мне сегодня написали мои подписчики из Франции, что во Франции тоже потихонечку начинается ветер перемен. Поэтому я очень надеюсь на то, что этот сезон, лето, может быть, мы переживем по такому принципу, не до жира быть бы живы. А начиная с осени, потихонечку туризм вернется. Друзья, спасибо вам большое. Я желаю вам быть такими же позитивными, как и я. Улыбаться, любить ближних. Спасибо вам большое, что смотрите. И увидимся завтра. Друзья, как я люблю вот эту панораму. Как я люблю. Практически каждый вечер, даже если какие-то у меня случаются дни, когда я очень занята работой, редакторской работой, я не имею возможности выйти из дома, чтобы прогуляться. Но я каждый вечер вот здесь на террасе позволяю себе остановиться и посмотреть вот на эту потрясающую панораму, на этот закат. Я очень надеюсь на то, что мой муж, он все-таки уберет вот эти вот два сорняка. Но не знаю, когда он это сможет сделать, потому что у него сейчас очень много работы. Я хочу напомнить, что у меня муж повар. И у нас ресторанная квота в агротуризме, в Альдорче. Слава тебе, Господи, что все открыто. Он работает достаточно много. Он хотел бы больше, конечно. Но, в общем, как получается, сейчас получается. В общем, выжимает из своей работы максимум. Взаимодействует со своими товарищами, у кого аналогичная предпринимательская деятельность, помогают друг другу. Вот. И слава Богу, что сейчас еще новость такая пришла, что сейчас можно не только сидеть на улице в кафе или в ресторане, но можно и в закрытом помещении. Но, правда, до шести часов вечера. Это тоже очень смешно. Я хочу напомнить, что я в 1996 году в Москве закончила Московскую медицинскую академию как врач-эпидемиолог. Поэтому я нигде в моих конспектах лекций ПАКа Сергея Григорьевича, моего выдающегося преподавателя по инфекционным болезням, я нигде такого не увидела. Я привезла из Москвы тетрадку. Моя красная тетрадка. Я пересмотрела все лекции, перештудировала все. Где там ПАК Сергея Григорьевича нам рассказывал, что какой-нибудь там вирус или инфекция, они до шести часов вечера безопасны, а после шести вечера они почему-то активизируются. Такого нигде он нам не рассказывал. Ну, в общем, правила такие сейчас новые будут, что до шести часов вечера можно будет и в закрытом помещении, а после нельзя. Обхохочешься. Обхохочешься. Просто такое ощущение создается, что режим, он не может сразу одновременно признать все свои ошибки, поэтому вот таким образом, степ-бай-степ, они пытаются, в общем-то, наверное, вернуть нормальную жизнь. Но будем надеяться, что это именно так. Будем надеяться, что Драги, Дракула, Кладбищенский все-таки что-то сделает для того, чтобы деньги содрать, деньги Италии содрать и вернуть в пользу Италии. Посмотрим. Я не хочу ничего загадывать, потому что неисповедимы пути Господа, но очень хочется надеяться на то, что весь этот абсурд, он все-таки поскорее закончится. Друзья, спасибо вам большое. Я вас очень люблю. И мы с вами увидимся завтра. Спасибо.